Привет всем подписчикам сообщества Мой Компьютер! У микрофона Хомиш, и сегодня мы поговорим про главные ошибки при покупке игрового ноутбука. За последние годы игровые ноутбуки прочно вошли в нашу жизнь. Мобильные и десктопные процессоры от Intel почти ничем не отличаются от обычных. Даже разгон имеется. Пару лет назад такую же практику взяла на внимание и Nvidia. Теперь и мобильные видеокарты основаны на тех же GPU, что и десктопные. Самый максимум, немного снижаются частоты, но и разгон никто не запрещал. Сегодня на рынке доступны десятки, если не сотни различных игровых моделей. Тонкие, как ультрабуки, и мощные, как дорогие ПК. С изогнутыми дисплеями, 120 герцовой частотой обновления экрана, двумя видеокартами в SLI и даже восьмиядерными процессорами. В общем, от выбора глаза разбегаются. И, чтобы не ошибиться, предлагаю вам ознакомиться с общим сводом правил при покупке игрового ноутбука. Первое правило. Долой 4К. Экраны высокой четкости распространяются все больше. Уже никого и не удивишь смартфоном с 2К матрицей или 4К телевизором. И поэтому 15 и 17 дюймовые ноутбуки с 4К матрицей вроде бы не выглядят странными. Ведь картинка будет четче. Так-то оно так, но тут следует понимать четыре вещи. Во-первых, ноутбуки с такими матрицами стоят существенно дороже конкурентов с Full HD. Во-вторых, на диагонали от 15 до 17 дюймов в играх разница между Full HD или 4К будет практически незаметна. В-третьих, реально только GTX 1080 сможет обеспечить более-менее плавный фреймрейт в таком разрешении с высокими настройками графики. Ну и наконец, в-четвертых, с плотностью пикселей свыше 200 на дюйм, размер текста будет настолько мелким, что прочесть его смогут разве что обладатели орлиного зрения. Разумеется, в Windows есть масштабирование, но при масштабе в 200% достаточно много программ будут размыты и слишком мелки. Так что брать ноутбук, допустим, с GTX 10, 60 и 4К матрицей нет никакого смысла. Играть с комфортным FPS вы все равно сможете только при Full HD, или же настройки придется опускать на минималки и радоваться разрешению. Так что переплачивать явно не стоит. Второе правило. Внимательно смотри на оперативную память. Увы, сейчас двухканальный режим работы ОЗУ уже не блажь, а необходимость. Разница в FPS с одноканальным режимом может достигать 20-25%, что крайне серьезно. То есть, либо 1,5, либо же даже 1,4. При этом многие производители ноутбуков повадились делать подлянки пользователям. К примеру, вроде бы в ноутбуке 16 гигабайт оперативки, отличный объем для игр. А по факту это одна планка. Так что пользователь вынужден купить как минимум еще 4 гигабайта оперативки для получения двухканального режима. И возможно потерять гарантию при апгрейде. Поэтому перед покупкой смотрите обзоры, читайте статьи и все возможное делайте, дабы узнать какая компоновка оперативки, и если стоит одна планка, узнавайте у производителя теряется ли гарантия при апгрейде. При этом следует понимать, что не обязательно брать вторую точно такую же планку. Главное совпадение в частоте, а объем не важен. Третье правило, изучаем как работает ноутбук от аккумулятора. Естественно, игровые ноутбуки в основном рассчитаны на обитание вблизи розеток, ибо от аккумулятора в играх едва ли продержатся 2 часа. Но все же, если вы хотите играть в дороги, то следите за тем, чтобы ноутбук не опускал, или же почти не опускал, производительность при работе от аккумулятора. Ибо бывают модели, в которых та же 1060 при работе вдали от розеток превращается чуть ли не в 1050, теряя практически половину производительности. Четвертое правило, соблюдайте баланс компонентов. Конечно, в основном игровые ноутбуки и решения сбалансированы, но зачастую бывают исключения. К примеру, пару лет назад производители массово избавлялись от видеокарт серии 900M, выпуская ноутбуки с Core i3-606U, плюс 950-ка мобильная. Казалось бы, слабый процессор к слабой графике, вроде бы все хорошо. Только вот процессор оказывался чересчур слабым. Всего 2 ядра и 4 потока, а максимальная частота не выше 2 ГГц. И в итоге получалось, что проц не только не раскрывал видеокарту, да и в принципе многие игры не вывозил. Бывают и обратные ситуации. Так, к примеру, ноутбуки продаются с 8 поточными Core i5 или даже 12 поточными Core i7, а при этом в качестве дюхи ставится 1050. Естественно, в играх все будет упираться в видеокарту, что, конечно, неплохо, но зачастую можно взять куда более слабый процессор, допустим, с 1050 Ti, значительно дешевле и получить в итоге еще и больший FPS. Возникает вопрос, а как же выбрать сбалансированный ноутбук? Ответ прост. В интернете много сайтов типа ноутбук-чек, которые делают обзоры ноутов и сравнивают их между собой. Поэтому прежде чем идти в магазин, внимательно все изучите. А прежде чем перейти к следующему правилу, напомню, если вдруг вы не подписаны на наш канал, то обязательно подпишитесь, а если не нажали на колокольчик, то нажмите. Чем нас больше, тем чаще будут выходить видеоролики. Пятое правило. Не гонитесь за легкостью и тонкостью. Конечно, всем хотелось бы видеть на столе тонкий и изящный ультрабук вместо чемоданообразного левущего ноута. Однако следует понимать, что законы физики не обманешь. Зачастую, чтобы охладить мощное железо в компактном корпусе, производители идут на уловки, снижая частоту GPU, и бывает это не помогает, и тот же процессор сам начинает снижать частоту, и это уже от перегрева. Причем в лучшем случае. Также следует понимать, что чем тоньше и легче устройство, тем оно дороже в сравнении с аналогами с таким же железом, но обычными габаритами. Поэтому, если вы не планируете постоянно носить с собой ноутбук, берите толстую и тяжелую модель. Вы сэкономите, и зачастую сама система охлаждения добавит буст к производительности. Шестое правило. Всегда можно сэкономить на SSD. Твердотельные накопители встречаются в новых устройствах едва ли не чаще, чем жесткие диски. Их стоимость падает все ниже, объемы становятся все больше, и куда большая скорость работы, крайне положительно сказывается на времени загрузки системы и игр, где зачастую убираются микрофрезы, и в целом улучшается работа. Это же поняли и производители игровых ноутбуков, поэтому теперь в них зачастую ставят связки SSD плюс HDD. Ничего плохого тут нет, кроме того, что за твердотельными накопителями идет переплата едва ли не вдвое. Поэтому, если хотите немного сэкономить, берите модель сугубо с жестким диском, а SSD-шку всегда можно будет докупить. При этом, если вы вдруг сэкономите на процессе или ведюхе, их апгрейд будет невозможен. Седьмое правило. Не экономьте на дисплее. Казалось бы, я противоречу тому, что сам говорил в первом пункте, но нет, и здесь речь немного о другом. Так уж получилось, что производители в ноутбуке, к примеру, за 50-60 тысяч рублей зачастую ставят ширпотребские матрицы 1080p TN, частота обновления которых 60 Гц. И это те же матрицы, что встречаются в решениях вдвое дешевле. А, к примеру, в дорогих ноутбуках за 100-120 тысяч ставятся 120 Гц также TN матрицы с 1080 разрешением и с задержкой в 3 миллисекунды. И сейчас я объясню почему. В первом все более чем очевидно. У вас будут плохие углы обзора, блеклые цвета и явно меньше удовольствия, чем возможно получить за те же деньги. Поэтому лучше обратите внимание на IPS-матрицу в ценовом пределе до 60 тысяч рублей. А на TN даже не смотрите, это для бюджетных ноутов. Второй вариант, конечно же, интереснее, ведь 120 кадров при Full HD разрешении способны обеспечить 1070 или 1080. И в принципе, даже 1060, если чуть-чуть повозиться с настройками, также справятся со 120 FPS при Full HD. Да и с цветами и углами обзора все тоже у этой матрицы не так плохо. Но почему же я все-таки ее не рекомендую? Да потому что задержка в 3 миллисекунды считается не пойми как. При смене черный-белый-черный задержка составит 20 миллисекунд. Между градациями серого около 15. Отсюда легко высчитать, что честных кадров будет около 50-60. И поэтому переплачивать за 120-герцовую матрицу с 3 миллисекундами задержкой и типом TN просто нет смысла. Лучше уж взять обычную 60-герцовую, но зато IPS. Там будут и цвета более сочные, и отличные углы обзора. При этом следует отличать такие матрицы от 144-герцовых IPS. Их задержка действительно составляет 5-7 миллисекунд, так что как минимум 130 честных кадров будут однозначно. Но опять же, стоит понимать, что такие дисплеи имеет смысл брать как минимум с 10-70. И наконец, восьмое правило, заботимся о будущем. Увы, в дешевых игровых ноутбуках возможности апгрейда основных комплектующих процессора видеокарты нет. Они распаяны на плате. Конечно, при желании их можно перепаять на более мощные, но цена такого апгрейда будет сравнима с ценой самого ноутбука. Да и есть большой шанс на косячи. А вот в мощных ноутбуках, или неттопах, борибонах, зачастую ставят обычные десктопные процессоры, а видеокарты имеют шину MXM, что позволяет в будущем проопгрейдить ноутбук почти как обычный компьютер. Единственная проблема, MXM видеокарты редки и дороги. Но все равно они стоят куда дешевле, чем замена целого ноута. Вот, пожалуй, и все основные правила при покупке такого устройства. Конечно, есть уже отдельные нюансы, типа плохо читаемых шрифтов на клавиатурах, но для игровых ноутов это в общем и целом не важно. Ну и, наконец, последнее, что нужно помнить. Игровой ноутбук всегда компромисс. И если есть возможность, соберите себе полноценный ПК. Вы серьезно сэкономите и решите множество проблем, описанных выше. Субтитры создавал DimaTorzok